так тогда заходи пойдем со мной быстренько в ванну и будем с тобой готовить а я тут кофе пью наслаждаюсь с утра маску между прочим не прописала мой косметолог сказала наташа у тебя такая крутая маска ты ее не делаешь а я реально ее не делаю поэтому маску я теперь каждое утро и каждый вечер потому что у меня что-то там с лицом случилось и чистим зубы красимся и готовить сыворотку не забывайте по утрам наносить она очень кстати помогает мне вот это нравится безумно и кстати греки сделали и назвали для сибиряков а сыворотку наносите таким образом чтобы она прям сто процентов питалась пока она не впитается новое средство не наносите правда говорят что разные продукты разных брендов лучше не использовать лучше использовать да ладно ну вообще конечно лучше когда все вот в одной линейке но можно подобрать особенно если вам косметолог подбирает что в одной линейке одни средства в другой другие главное чтобы они не конфликтовали допустим вот одно средство с кислотами другое средство с кислотами все друг на друга наложилось или кожи капец вот мне подобрали у меня вот этот уход жульет арман господи забыла отданы у меня крем у меня тонер и мусия от шик а ну и вот тоже от шик умывание умывание забыла сказать это уже все закончилось ну я ее давно брала и я сделал по аналогии поэтому почти данные вот эти все банки это сейчас ты видишь я тело намажу да а вот в этом я сегодня кстати ну прям не купалась потому что в ванной не было а в душе была закрыла крышку и ноги подбултыхала там чтобы аромат почувствовать потому что на самом деле вот мне казалось что одной чай одной столовой ложки будет мало чтобы аромат был сильно такой наполнил ванну а оказалось достаточно поэтому номер три делает он хоть и интенсивный но приятно раскрылся я еще буду тестировать у меня таких три банки пошли краситься я не люблю ванны краситься я люблю прям смотреть телек кофе пить и краситься слушай ты видела что в инстаграме происходит люди сходятся мы да нет кстати знаешь всего два таких комментариях а я разобраться если честно вообще не могла почему оказывается я-то типа поделилась что я в отпуск улита оказывается там была цена вот в общем как бы неправильно цены показывать вот но на самом деле из новосибирска всегда было дороже чем из москвы мы заложники во вторых конечно считать чужие деньги это отвратительные плохо но и меня же упрекнули в том что я пожалуй жалуюсь а сама цены понимаю на самом деле я же ведь жаловалась тайне на то что я бедная она то что приходится приходится делать цену выше чем хочется то есть у бренда есть цена и ну стоимость ценность и не хочется поднимать потому что посыл то у меня всегда сделать доступную доступный продукт сетовала я на это они на то что я бедная женщина каждый понял как он хотел у меня кстати карандаш для бровей и сам лора мне давно давно подарили и они чуть лежат лежат у меня я решила их использовать а чем удобнее красить брови карандашом помадка или тени мне карандашом удобно причем механическим или вот нашему сухим который пудровый тогда они сильно естественно смотрится механическим такой достаточно жесткий будет жесткое прокрашивание тем можно мякушку такую сделать из бровей и стойкость больше пудровых а помада сильно заметно то есть особенно если вы себе выбираете наверное бы не посоветовала а я знаете а я насмотрела всяких все же сейчас блогеры причем без бизнеса просто блогеры в отпусках на все там ну так или иначе показывает свои цены на отпуск там полтора миллиона два миллиона 500 тысяч я такая у меня даже вот мысли не возникло что это кого-то может бомбануть я вот теперь представляю как их там бомбит качестве скульптурирования я кика возьму пудру как возьму в сумочке она у меня вот лежит болтается мне нравится косметички мои домашние я кстати редко дом украшусь поэтому моя косметичка такая скромненькая я эту пудру использую это нами даже не пудра а бронзирующая пудра в качестве кульптора бронзера вот это пудра мне очень нравится кто любит матирующей пудры а в связи с тем что мы сегодня же будем снимать с вами еду чем я кормлю дочь и сама чем питаюсь надо что-то красиво осталось вопрос который я прям очень легко делаю наш кремовые тени обожаю их сразу века свежие стойкие на моем веке вообще 24 часа у кого века не держит продукт удовону часов на 6 качестве базы тоже используйте кому нужно добавить стойкости и тушь тушь бомбическая не нуждается в рекламе недавно мы потеряли 10 тысяч штук как так вообще произошло пришла с завода партия в которой было недостачи 25 штучек у меня все пересчитывать но это была не партия у нас был брак мы заказывали последний раз 40 тысяч штук из них 20 тысяч брака было брак не самой тушь а упаковки она поцарапалась пока ехала и мы возвращали нам делали новую возвращали нам партиями вот одна из партий пришла и там была последняя и там было недостачи 25 штук кладовщик не поставила ее сразу на учет чтобы разбираться с заводом и собственно так и забылось ты уж пересчитали поставили причем уже даже на верхний склад поставили это значит уже готов к продаже продукт а по документам этого продукта не было ну а а когда большой уже склад продукт не продается вот его не видишь на складе его продаешь по документам и мне говорят тоже закончилась а я же помню что мы в ноябре 40 тысяч штук получили ой в августе 40 тысяч штук получили а 10 тысяч не хватает это все уже продали осталось 10 тысяч как раз бы нам до начала ноября бы хватило в общем вот такая история а директор склада в отпуске было то есть если бы она была на работе она помнила эту ситуацию такого просто до меня не дошло вы не представляете как я рвала и металла потому что какого ляда у вас неоприходовым товар то есть попала сотрудникам из-за того что я в этом разбиралась они они если бы они сами разбирались конечно я об этом даже не узнал бальзам для губ сделаем все я готова готовить что-нибудь интересно я вообще-то вижу снимать снимать вижу чеки если чеки тефти ли обычно специально купила родной в общем я не блогер но у меня дочь вообще ничего не ест и я сама питаюсь так себе знаете в смысле избрачно конечно мало мы готовим но иногда приходится я вчера купила фарш говядина и идей красненькое мяско полезно индейку дети больше любят сейчас ударяю яичко но я его чуть-чуть любил чудо я какая-то мажорка надо было вилочкой это у меня блендер есть но такой острый он профессиональный и мы ей не разрешаем она очень любит таблетки делать и вот она вот так вот делает она меня так ночью я чего чуть туда яичко чуть-чуть лука конечно надо добавить лук любим всем ну и в тефтельках лук это очень вкусно тоже будем немного его использовать кстати могу знаете что сказать родить детей это легко вот накормить их очень сложно моя не ест от слова совсем ничего и лук надо сделать так лучше конечно на блендере бы его взбить чтобы она его не заметила там а это животное мое кричит потому что когда я что-то режу он думает что это для него огурцы васька но это не огурцы это лук я плачу давно я от лука не плакала какой-то ядрененький ух если холодной воде смочит нож ну да я кстати знала иногда надо поплакать я пью кстати очень прикольный чай это тут си чай с медом и ромашкой он какой-то супер полезный беру его на ахер по совету пью и чувствую какой он полезный хорошо расслабляет пока это так соль главное не пересолить перчика немного потому что детство все это дело что обязательно надо обязательно добавим паприки я люблю вот эту копченую паприку очень приятный вкус удовольствием сушеный чесночок все это даст мусор вот бы готовили вместе а так помоги мне зачем я вам что-то такая хозяйка дома дверь чуть-чуть туда добавим маслица а все почему потому что говядина же сухая ну и кстати индейка то тоже не блещет на что за маслом влажностью это оливковое масло и я тоже беру на хер мне она очень нравится очень она вкусная она полезная у него отличный состав ну смысле какой состав может быть у оливкового масла но она хороший хорошего отжима правильного там такая качественная история я наверно пожалуй у меня здесь жиденько все добавлю еще муки сюда ну конечно же какой-нибудь хороший у меня запасов много чуть-чуть чтобы сцепка была так еще давайте вот помидорчики добавим помидорчики да это сушеные помидоры я люблю больших пакетов все покупать а потом в маленькие рассыпают потому что я много использую я покупаю такие большие специи таких больших пакетов а вот это мука а вот это крахмал можно кстати крахмал добавить хороший полезный вот я хочу из банана добавить муки и тоже сделаем это чуть-чуть мука зеленого банана и чуть-чуть крахмала то есть у меня тоже такой вариант прям чуть-чуть наташа если у людей нет муки зеленого банана надо купить на самом деле если у вас у детей нет аллергии на муку и на глютен то пожалуйста это же можно добавить обычную муку здесь вообще ничего такого нет но я вот задуряюсь потому что я не ем глютен потому что я не хочу поправляться у меня это в рамках диеты а дочь она не может его есть потому что она обсыпается полностью там аллергией но она обожает хлеб просто все что хлебополочная у нас не это просто мы с ней это обожаем я жить не могу без хлеба просто мне это так вкусно и ничего не надо дайте хлеба у нас не проблема олег у нас вообще папа равнодушен боже это уже так вкусно пахнет даже фарш так его надо отбить обязательно то есть невозможно дальше делать тефти если вы фарш не выбили здесь конечно мужская рука и это лучше всего делать какую-то не такую емкость пластмассовую куда-нибудь либо на доску прям на стол чтобы все летела вокруг но я не хочу запачкать свое красивое платье которое я специально надела для того чтобы вас встретить у меня попроще халатики будут я люблю халаты домашние обожаю меня прям фетиш все она уже такое стало податливое из него можно колбаски лепить что где будем делать на сковородочке я не хочу дополнительно брать муку чтобы у меня корочка была поэтому я буду смачивать руки когда они влажные мяско не прилипает у меня никто не парится дома по поводу там слишком ровненьких колобочков но я буду стараться главное чтобы это было вкусненько мне кажется надо другую сковородку потому что в этом мы сейчас будем делать спагетти из кабачков а настя вы скольки учите четырех это с первой смены так или у них всего одна смена как и вообще школа вообще восторг нас уже учителя поменяли так как случается ну и неожиданно такое достаточно неожиданное поведение так у ребят плохое такой небольшой квест в школе по поведению такая сложилась смесь взрывоопасно мальчишек много девочек мало девочки послушные мальчишки не очень у нас наоборот очень гипертрофированное чувство послушности для чужих людей не для дома дома она как бы может себе позволить а вот чужими людьми она конечно себя ведет у нее есть вот это чувство знаешь уважение взрослого я не очень сильно его прививала чужого человека взрослого пишем в общем он еще тут прятальщик можно молочком а я возьму кокосовое в общем есть специальная такая штука которая может нарезать соломкой как спагетти но у меня такой нет я буду резать руками а вот это вот я василию это будет вот такие тоненькие полоски кстати можно и вот такие нарезать вот так вот их еще порядок некоторые вот любят очень салат причем из свежего кабачка представляете молодого правда и вот если вот эти нарезанные тоненькие слаймами штуки полить лимоном посолить добавить какой-нибудь еще ингредиент в салат и это не будет это вполне себе вкусное блюдо теперь мы это аккуратненько будем при превращать лапшичку история с такой штукой для корейской моркови она очень крутая я прям видела это как делается это очень легко вот так вот конечно вы заморочитесь немножко у кого время есть можно это спагетти я увидела в ресторане у своей подруги она стоила вообще копейки какие-то ну выглядело очень круто и смогло обмануть дочь что это не лапша овощи она у меня вообще не ест от слова совсем но вот это как-то поела и потом я попросила покажите как это нарезается это вот мне показали такой штукой для корейской моркови хочу купить себе такую штуку но все что не могу в магазин съездить милые мои мамочки поделитесь пожалуйста советами как можно накормить ребенка чтобы он это захотел есть ну и конечно чтобы это было полезно я вот помню себя я вообще не хотела есть ничего такого что напоминала овощи это мы конечно родители хотим здоровья нашим детям и кормим их и ну вот как вы что ваши дети едят меня просто бомбит потому что она может за день вообще ничего не съесть вот просто от слова совсем кстати в школу пошла там смотрит на ребят что то есть по крайней мере там котлетку с гречкой конечно классно было бы чтобы настя это поела в кадре но она в школе вечером будем с ней еще чеснок обязательно сюда надо положить два зубчика немножко спрячут вот этот вот аромат кабачка который дети не любят ну и сейчас сезон всяких вирусов лук и чеснок вообще всегда в вашем рационе должен быть знаете что я хочу сказать вот мне задают вопрос ой я терпеть не могу когда кто-нибудь начинает повествование мне задают вопрос но тема в воздухе витает что мамы сейчас работают мамы успешные мамы как разорваться что делать и детям внимания не уделяют в общем знаете я всегда считаю так что детям внимания не уделяют и даже те мамы которые сидят дома и готовят убирают и так далее они настолько устают от своих детей и от сидения дома что они токсичны обидчивы и это еще хуже для ребенка чем мама которая там устает на работе и времени дома мало проводит я конечно возможно себя оправдываю сейчас но я как психолог точно знаю ребенку нужно вселить уверенность любовь к себе уважение уважение к взрослым самое главное потому что дети сейчас растут без вот этого качества ну это на мой взгляд самостоятельным творческим и ваша задача его занежить залюбить и дать признание вот занежить и залюбить можно в принципе два часа вечером просто сидите и обнимаетесь ничего не делайте а если вы готовите то готовьте вместе если вы убираетесь убираетесь вместе ну в общем я считаю что надо просто общаться с детьми и не важно много вы работаете или мало вы работаете если у ребенка есть телефон присылайте какие-нибудь веселые истории снимайте себя рассказывайте что-нибудь если у ребенка маленькие еще просто рассказывайте какие истории были знаете я очень люблю начинать свой рассказ не как ты провела день или там что сегодня ела или кто как кого я ее всегда спрашиваю от нуля до десяти насколько круто сегодня прошел твой день она мне всегда говорит на тысячу но были моменты когда она мне говорила ну так надеюсь все я сразу понимаю что что-то не так и начинаю эту историю раскручивать прямо ребенку не задавайте вопрос как там учительница к тебе отнеслась или как дети там вот этот вопрос он всегда начнет очень круто раскручивать ситуацию ну и конечно начинайте с того что рассказывайте как вы день провели кстати дети должны знать что вы устали но не просто вы устали а вы рассказываете вот сегодня дочь представляешь тушь это притч но я вот прям ей рассказывал дочь сегодня вы потеряли тушь а она ничего себе и я рассказываю эту ситуацию рассказываю кто виноват как так получилось рассказываю про ответственность про то что что в большом предприятии каждый человек важен. А она рассказывает, в свою очередь, о своих ситуациях. Вот там тот того обидел. И вот такая история, в общем, получилась. А если бы такого не происходило, то было бы всё иначе. Мне кажется, нужно самой сначала давать и иногда даже жаловаться. Потому что вы тоже нуждаетесь, чтобы вас пожалели. А чувство, вот эмоциональный интеллект, это очень важно развивать у своего ребёнка. Вообще-то мы готовить собрались. Я люблю про детей поболтать. Бывшее моё образование даёт о себе знать. Смотрите, чесночок и помидор, чтобы добавить пикантности. Всё, достаю сковородочку. Здесь у меня уже тефтики вполне себе. Я их снимаю. На жар добавляю маслица. Обожаю эти сковородки. К ним ничего не пригорает. Там типа какой-то вот мрамор. Наслышала про вред алюминия. Вообще нужно дома иметь чугуны и сковородки. Но у меня в руку она не помещается. Она такая тяжёлая, ужасная. Выкинула в мусорку чеснок. Серьёзно? Вместо кабачка. А вот эту часть кабачка уже не используют? Нет, а куда её? Там семена. Ну, Васька мог бы, наверное, поесть, но он что-то даже этот не ест. Так, сначала туда отправляем чеснок. Ой, как пахнет! Боже мой! Обожаю жареный чеснок. Ну, такой, недожаренный слегка. У меня есть вот ещё такие помидоры и вот томаты с маслинами. Мне кажется, вот это будет очень вкусно. Мне она очень нравится. Она, по-моему, не очень дорогая. На самом деле, сейчас ещё томаты есть, лук есть, можно посушить. Мама моя купили сушилку для овощей. Так круто! Кстати, я вам сейчас покажу. Опяток у меня сушили. Пакетик с опятками. Представляете? Очень красиво. Можно супчик сварить. Туда помидоры. Я раньше готовила очень много. И вкусно. А потом, когда я познакомилась с Олегом, у меня уже была студия. Я уже была визажистом, каким достаточно занятым. И знаете, я поняла, что если я сейчас мужика не предупрежу, что я, ну, как бы не очень готовлю, потом его разочаровывать. Ну, не часто готовлю. Потом его разочаровывать. Лучше не разочаровывать. В связи с тем, что у меня это был третий брак уже, я понимала, что о недостатках нужно говорить на берегу. В начале отношений. Поэтому мы ещё только начали встречаться. Ну, я уже поняла, что уже там двигается к отношениям таким серьёзным. Я ему говорю, я вообще не умею готовить и ненавижу убираться. Ну, я понимаю, что я это буду делать. Но ты от меня не жди там, ну, как бы великих побед на кухне. А я до этого, вы даже не представляете, дома и пекла, и торты и готовила. И мясо там, всякие виды у меня там каждый день были. То есть я очень вкусно готовила. И с семьи у меня это ещё пошло. Там овощную рогу пальчики. А ближе ж папа до сих пор вспоминает. Но, семь лет я вообще не готовила. Потому что, ну, вот как призналась, то он готовит, то мы где-нибудь поедим, то мама накормит. Работать-то много приходилось, поэтому некогда было. Сейчас я девчиху попробую. Боже, запах такой, что можно с ума сойти. Ну что, нормально. Жаль, что сыра нет, но вчера не съели. Но я специально для тебя, потому что ты пришла ко мне в кольте, купила инжир. Да. Чтобы его красиво вот так вот разрезать, налить тебе чашечку чая. Ни разу не пробовала инжир. Реально? Угу. Ты ни разу не пробовала инжир? Да это так вкусно. Свежий инжир. Но я его тоже недавно попробовала. Ну, года два, может быть, назад. Раньше же не продавался особый инжир у нас. Видишь, два я взяла себе и тебе. Он очень красиво на завтраке. Знаешь, когда вот его разрезаешь, орешки, сыр, это так вот прям... Фотогенично. Фотогенично, да. Но он очень вкусный, он очень полезный. Я не люблю инжир, который сушеный, потому что его сушат в сиропе. А здесь вроде как и сладость, но она такая более или менее полезная. И это вот такая, ну, полезная сладость, да? Поэтому мы сегодня с тобой чай попьем с инжиром. Но я тебя с радостью угощу и своей вот этой вот блюдом. Мне кажется, он должен быть аль денте чуть-чуть. Ну, не кажется, а я люблю. Поэтому мы с тобой заканчиваем это уже тушить. Настя бы я дотушила. Сразу прям из сковородки берем как стандартно, как лапшу. Выберет реально как лапша. Вот как паста, да? Еще бы вот зелени не было бы здесь, потому что у меня кабачок зеленоватый был по сорту. Как будто вот гнезда. А Настя как раз у меня вот эти гнезда, очень, капеллане они же называются, она очень любит, и я ее обманываю. Но она меня уже раскусила. Так, может половину съесть, особенно если соусом каким-нибудь там подзалито. А потом такая, мам, это что-то не то. Сейчас мы с тобой еще чай вкусный сделаем. Это китайский чай мне. Наши партнеры прислали, которые в Корее живут, но это типа китайский чай. В Корее же нет чая. Вот в таких пакетиках. В этом пакетике еще вот такой пакетик. Ну, а мы пересыпем вот такой пакетик. Я так не люблю мыть френч пресс. А вот это бумага, которая разлагается. Фильтр пакет. Долго ее, конечно, в воде не надо держать, потому что она может размокнуть. А себе я сделаю какой-нибудь интересный крымский букет. Вот, недавно была в Крыму, хочу крымский букет. Че, сожалеешь уже, че, что черненькие заказала, да? С такими пакетами можно вообще бесконечное количество гостей удовлетворить. На всех свой чай. А что в Крыму была за соль? Там третья по значимости вместо рождения розовой соли. Вот первая ямалайская, вторая, не знаю, а третья в Крыму. И когда у турок забрали в полуостров, то они, первое, что сказали, нам не жалко терять землю, нам жалко терять месторождение соли. И оно действительно уникальное, но о нем мало кто слышал, потому что особо там маркетинга нет. Вот. И сейчас начинают из него и в пищу использовать розовую эту соль, и в косметике. Вот. тестируем сейчас ее. Она полезна за счет своих свойств. И розовый цвет дает панктон, но этот розовый цвет не всегда бывает прям таким розовым и насыщенным. Поэтому соль бывает иногда очень яркая. Ну и режем с тобой вкусные инжиринки. Недавно я их научилась кушать, знаешь как? Оказывается, их со шкуркой едят. Но я ела очень спелый плод. И я всегда вот выедаю вот эту внутренность вкусную. Ну и всегда считала, что так и надо делать. Оказывается, нет. По-настоящему едят со шкуркой прям. Ну прям как яблоко. Иди ко мне, будем кушать. Прошу. Мне очень хочется попробовать. Вдруг я вообще не запекла вот это все дело. Не знаю, на запах это было просто... А знаешь, что мы не сделали? Мы не посолили. Я ничего не солю. А, супер. Прикольно. Вам нужно это приготовить. Это вкусно. Причем знаешь, вот кабачок так, да? Ну, Настя, я довариваю его. Класс. Мне нравится, что он хрустит. Я тоже. Ну, я посолю. Я вот получаю искреннее удовольствие, когда долго, очень долго крашу. Прям вот копаюсь. Помните, да, вот эти вот натяжки? Тейпы такие. Вот. Когда все подготовил правильно, они очень классно стоят, держатся. Видео для инсты снимаю. Обожаю вот черный клей. Он очень классно усиливает ресничный край. Кстати, вот эта лампа оригинальная Стеллар. Ей уже около шести лет, она мне очень нравится. А вот это могу посоветовать на Алиэкспресс-заказы. Очень крутые. Дам ссылку. Вот я не знаю. Вот разные три отдушки. Это будет пена для ванны. Вот это, она очень нежная. Но я вот представляю, если ложку разбавить на ванну, то запаха никакого не останется. Вот это пожестче. Ой, такой аромат вкусный не могу. Я вот представляю, как я уже буду лежать в ванне с этой пеной, с солью. Крымская соль розовая. Одна из лучших солей в мире. Я там была, была на экскурсии. Влюбилась, захотела. Будем делать. Цвет у нее будет вот такой где-то вот нежненький. Крышка будет, конечно, нашего цвета. И баночкой побольше. Это вот видите образцы. А еще у меня вот целый пакет, который нужно оттестировать. У меня кожа уже не может это переносить. Просто. Стираю, наношу. Стираю, наношу. Здесь все это тон. Вот это вот просто вообще. Я уже немножко попробовала. Он просто такой камуфлирующий. Зачем он такой? И видите, как сразу краснеет. Но вот чем плотнее всегда тон, тем он больше окисляется. Не, это делать точно не будем. Но остальные продукты надо досмотреть. Но у меня веселая работа. Веселая. Это точно. Наверное. Вчера мне в инстаграме написала девушка и говорит, Наталья, а какие у вас еще ритуалы, кроме того, что вы завтракаете по субботам всей семьей? Я говорю, да у меня вообще скучная жизнь. И когда у меня просят снять влог о моей работе, я тоже не понимаю, что снимать. Сижу, нюхаю банки. Сижу, тестирую на руке какие-то тоны. Что-то пишу постоянно. Ну, сейчас еще на склад сходим. Шли. Вот, вы видите, такой розовый цвет. Вот он очень хорошо подходит к нашим бутылкам. Это для скраба, крем для тела и гель для тела. Но я решила делать линейку для тела другого цвета. В общем, забот, шоки, но делаю. А это вот, кстати, давай вот сюда покажи. Вот это я показывала в Инстаграме о том, что у нас надо закрывать наши банки, чтобы они не вытекали. И кто-то мне посоветовал парафильм вот этот. Мы ищем, что это такое, да? Да. Я думаю, подойдет ли. Подойдет ли. Да, и подойдет ли. Спасибо вам за совет. Я все читаю. Все читаю. Вот здесь всегда лежит что-нибудь, что будет делаться. Вот тоже, возможно, будет делаться. Здесь всякие образцы, образцы в чужих коробочках. Пойдемте на склад. Снимай, снимай, ты снимай. Пойдем. Идется видео наблюдение. Видео наблюдение. Это мой папа. Он говорит, не хотим сидеть на пенсии, будем вам помогать. Я помогаю. Приходит на склад, помогает. Похожа я, да? Видео на YouTube, Поп, сюда посмотришь, папа? Да. Папа, мне сегодня будет рыбку солить. С перчиком и с ничком. И с топом. И с горошком черненьким. Я с обрезком. Понял. Пойдем посмотрим, что это. Коль, привет. Здравствуйте. Что делаешь? Упаковка заказов, оп-то. Это наш герой. Он собирает большие-большие коробки. А еще он у нас музыкант. Это турецкое железо. Ты на... Это наш герой Наташа. А это моя мама. Ей тоже не хочется сидеть дома. Она говорит, за субботу-воскресенье так устали. Поехали на работу отдыхать. Наташа, собрали, да, коробки с кистями? Да, все собрали. Пойдемте в интернет-магазин. Это... Это... Самые мои любимые кисти на земле. Смотрите, теперь они как красиво упакованы. Они каждая в своем мешочке. Для того, чтобы они были упакованы, это необходимо, нужно. Это основное. Коля! Дай сказать два слова. Я сейчас уйду отсюда. И для того, чтобы они были упакованы, потому что в магазине нельзя их продавать не упакованы, но я сделала вам такие пенальчики, чтобы вы могли эти пеналы использовать для карандашей, для ручек, возможно, для резиночек, ну и для кистей. Сегодня собирали весь день набор. Кстати, можно этот набор купить со скидкой 30% все кисти бренда, все 17 штук. Самые лучшие кисти, чехол в подарок, еще и 30% скидка. В общем, клево. А кистей, знаете, почему 17? Потому что самые лучшие формы, самые рабочие формы оставила. Но лимитки тоже будут. Вот здесь понемножку лежат все продукты бренда. Все. И мы с большой-большой любовью их вам собираем. Вот уже коробочки на сегодня упакованы. Сейчас приедет курьер и заберет. Это, кстати, верхний склад. Нижний склад принимает товар из фур. Там лежит подтоварка. А уже сюда поднимается уже обработанный продукт, уже упакованный в коробочке. Вон там в углу лежат спонжи. Самые любимые ваши продукты. Ух, я наконец-то дома. В моем любимом диванчике. Обожаю проводить здесь время, потому что у меня там напротив телек. Смотрю на нем YouTube или какие-нибудь фильмчики. Вот здесь же сижу и вот кушаю вечерами. В общем, день прошел сегодня очень спокойно, как и обычные мои дни. Я сегодня отвела Настю в школу, работала в офисе. Забегала я сегодня в студию. Мы разработали два продукта. Уже их утвердили, подтвердили дизайн. Ну и если вам интересны такие мои дни, путешествия ко мне на склад, на кухню, в офис, в студию, обязательно пишите. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Ой, что там еще делают? Все делайте. Это очень важно для активности и жизни канала. Вы мне очень-очень нужны. Всем привет! Субтитры делал DimaTorzok